Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Понедельник, 26 февраля и напоминаю, что как всегда по понедельникам в 19.30 по Москве проходит трансляция, на которой каждый из инструментов мы разберем более детально с ориентацией на предстоящую неделю. Поэтому не забывайте подписываться на наш YouTube канал, чтобы получать уведомления о начале всех трансляций, которые там проходят. Но сейчас посмотрим, что у нас происходит сегодня с утра и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется. Ближайший уровень сопротивлений находится на максимуме пятницы, это отметка 1.2336. Если евро-доллар сможет преодолеть данный уровень, то уже вероятно начало восходящего движения с целями роста до 1.25. Продолжение нисходящего движения, цели по нему это уйти ниже отметка 1.2279, минимальное значение пятницы, но и далее двигаться уже на отметку 1.22 ровно. Пара британский фунт и американский доллар в пятницу не смогла обновить локальные минимумы, а сегодня с утра мы видим уже торговлю выше максимальной значений пятницы, а именно отметка 1.4004. Если британский фунт и американский доллар сможет удержаться выше отметки 1.3903, минимальное значение пятницы, то продолжение восходящего сценария уже будет актуально, то, которое началось фактически сегодня с утра, с целями роста до отметки 1.4190. Пара американский доллар и канадский доллар в пятницу смогла преодолеть минимальные значения четверга, это отметка 1.2672, что свидетельствует о переходе в фазу снижения в рамках часового таймфрейма, и ближайшие цели это, во-первых, закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели в пятницу, отметка 1.2613, но и двигаться по направлению на 1.2450. Возврат к покупкам по данной паре рассматривается после преодоления максимальных значений пятницы на текущий момент, это отметка 1.2725. Пара американский доллар и японская иена продолжают свое нисходящее движение, цели по снижению это уйти ниже минимальных значений пятницы, отметка 1.0650, но и далее двигаться на 1.0530. Возврат к покупкам по данному активу будет рассматриваться после преодоления максимальных значений пятницы, отметка 1.0712. Пара австралийский доллар и американский доллар сегодня с утра торгуются выше максимальной значения пятницы, смогли закрепиться выше отметки 78.46, что в рамках числового таймфрейма у нас также переходит в фазу роста. Цели данного восходящего движения находятся в области 79.85, а ближайший разворотный уровень находится на минимальной значениях пятницы 78.03. Пара евро-фунт продолжает свое нисходящее движение. Цель по снижению это область 87.26, а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы в пятницу. Это область 88.30. Далее по золоту переходим также в фазу восходящего движения. Сегодня с утра мы торгуемся выше максимальной значения пятницы. Это отметка 1332 доллара за тройскую унцию. Цель рост находится на отметке 1361 доллар. Это максимальное значение середины февраля. Ближайший разворотный уровень по данному активу отмечаем на минимальном значении пятницы. Это отметка 1325. По нефти марки Brent тенденция восходящая сохраняется. Следующая цель это отметка 71.50, а ближайший разворотный уровень находится также на минимальных значениях пятницы. Это уровень 65.87. Пока торгуемся выше данного значения, тенденция восходящая сохраняется. По индексу DAX также сейчас приоритет в рамках часового таймфрейма остаются покупки. Цель роста это отметка 12769, а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях пятницы отметка 12429. По биткоину коррекция продолжается. Цели по данному нисходящему движению, во-первых, уйти ниже минимальных значений, которые были зафиксированы в выходные. Это отметка 9256 долларов за один биткоин. Ну и далее уже вероятность снижения до отметки 8200. Возврат к покупкам, а значит продолжение восходящего тренда по биткоину будет рассматриваться после обновления максимальных значений, которые мы видели вчера в воскресенье. Это отметка 9829. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Напоминаю, что если вам нравится это видео, оно для вас полезно, то обязательно ставьте лайк и ваши вопросы, которые появляются, пишите в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня и увидимся в 19.30 по Москве на трансляции, в которой мы каждый из инструментов разберем более детально на предстоящую неделю. Всем спасибо и до свидания.